...модели, которые появятся в ближайшем будущем. Итак, линейки гибридных IP-ATS. Надо, наверное, сначала сказать, почему гибридные. Наш АТС по умолчанию является чисто IP-ATS с возможностью работы по протоколу SIP. Но гибридные они называются за счет того, что есть возможность подключения модулей, различных модулей, которые позволяют вам работать с различными физическими интерфейсами, таких как FXO, FXS, либо возможности работы с GSM линиями, либо с BRY. Есть модели с возможностями работы с потоком Е1. Итак, переходя к линейке, начнем с самой младшей и будем продолжать потихонечку. Самая младшая моделька – это MyPBX400, рассчитана на 32 внутренних пользователя, на 8 одновременных вызовов. Есть возможность подключать аналоговый интерфейс FXS и FXO, либо интерфейс BRY. Основное отличие данной модели от всех остальных – она имеет один Ethernet-порт WAN, она не имеет поддержку протокола T37, то есть данный протокол позволяет передавать факсы на e-mail, и не имеет поддержку протокола T38. Это основные отличия данной модели от всех остальных. И, к сожалению, также не имеет возможности работать с GSM-модулями. То есть это такая простенькая модель, рассчитанная на небольшой офис, который хотят использовать IP-телефонию с возможностью, если требуется использование аналоговых внешних линий. Ну, зачастую офисы, которые хотят, но побаиваются перейти, вот такое простенькое устройство помогает им понять, что IP-телефония гораздо лучше, привлекательнее, дешевле и имеет более широкий функционал, чем стандартная традиционная телефония. То есть вот на этом слайде вы видите, как я уже говорил, возможность работы с модулями. То есть красненький модуль это модуль для подключения двух линий ФСО внешних, зелененький модуль это модули для подключения двух аналоговых линий ФСС, то есть для подключения аналоговых телефонов. модуль SO для подключения одной аналоговой линии как FXO и одной аналоговой линии FXS. То есть в чем преимущество данного модуля по сравнению с всеми остальными в нем встроен чип который может получать питание от аналоговой линии то есть в случае отключения питания в офисе ваш телефон который подключен к FXS порту всегда будет на связи то есть это не только как бы удобно но это еще и требования по пожарной безопасности. Ну и модуль B2 который позволяет вам подключать до двух брайли линий следующая моделька более старше это MIPA BX 1600 V4 данная моделька уже рассчитана на 100 внутренних пользователей на 22 одновременных вызова имеет возможность подключения до 16 аналоговых интерфейсов различных FXO и FXS либо до 4 GSM параллельно с аналоговыми интерфейсами и до 8 BRI ну и также имеет один интерфейс WAN один LAN с интерфейса здесь 10 100 мегабит небольшой небольшой корпус в пластиковом исполнении позволяет вам прикрепить ее на стенку достаточно удобная моделька пользуется спросом на рынке за счет небольшой цены и довольно таки широких возможностей также MIPA BX PRO это моделька фактически от предыдущей модельки они отличаются только внешним исполнением корпуса и тем что встроенный блок питания то есть если у предыдущей модели MIPA BX 3600 V4 есть блок питания то данная модель уже подключается напрямую в розетку без блока питания блок питания встроен в корпус соответственно это уже стоечный вариант высота 1U также поддерживает работу с аналоговыми интерфейсами с возможностью GSM и подключение BRI вот как я уже говорил на данном слайде можно посмотреть с какими интерфейсами можно использовать то есть помимо GSM есть еще возможность использования LUMTS модулей то есть и еще основное отличие про 1600 заключается в том что MIPA BX PRO можно подключить до 8 GSM или LUMTS модулей то есть фактически подключение до 8 линий GSM в 1600 только четыре и новая моделька точнее серия модельки U500 это модели поступили к нам к нам на склад они уже есть в продаже локализацию мы практически закончили там осталось пару штрихов что может данная модель имеет уже до 300 пользователей до 80 одновременных вызов соответственно имеет возможность подключения также аналоговых интерфейсов до 16 либо GSM до 8 либо BRI имеет один ONE LAN уже гигабитные интерфейсы тип корпуса также 1U крепится в стойку это новые модельки как я уже сказал также еще имеет отличие данных моделей от всех остальных они имеют USB порт для подключения также внешнего носителя можно использовать для функции записи всех разговоров но на текущий момент только вот эта функция реализована то есть есть три модельки U520 U510 U500 единственное отличие этих моделей это наличие порта E1 то есть в U510 один порт E1 соответственно U500 портов не имеет все остальные параметры у них совершенно идентичны то есть количество пользователей 380 одновременных вызовов и наличие возможности подключения физических интерфейсов ну вот собственно на слайде увидите какие интерфейсы можно задействовать в этих новых модельках также появилась еще одна новая моделька MyPBXU300 то есть это простенькая моделька на 100 пользователей на 50 одновременных вызовов имеет встроенный интерфейс E1 также имеет один ONE один LAN тип корпуса высота 1U железный крепится также в стойку в комплект поставки входят длинные ушки которые позволяют вам прикрутить ее в стойку также имеется один USB порт и аудио вход-выход аудио вход-выход здесь нужен для функции оповещения то есть если у вас уже есть какой-то если у вас уже есть какая-то система для аудио оповещения то фактически вы можете интегрировать с ETS и использовать уже имеющую систему ну и что касается возможностей всех вышеперечисленных ETS то есть как вы видите на слайде все функции практически одинаковы да вот за исключение функции запись всех разговоров данная функция доступна только для моделей серии U для моделей 1600 Pro и 400 данная функция недоступна реализация этой функции не предусмотрена производителем но поддержка записи разговоров там есть но мы называем запись по нажатию то есть когда в процессе разговора вы нажимаете определенный старкод старкод ваш разговор запишивается и запись уже появляется в личном кабинете того пользователя который инициировал запись все остальные функции такие как трансфер переадресация групповой вызов маршрутизация различная маршрутизация вызовов ivr статус абонента голосовая почта быстрый набор там диза смс межсетевой экран маршрутизация все эти функции встроенные в ETS и соответственно не требует никакой дополнительной лицензии коллеги давайте так чтобы не отвлекаться на вопросе в чат и вы пожалуйста запишите их и по окончанию нашей презентации мы постараемся емко ответить на все ваши вопросы спасибо за понимание итак основное отличие у серии от предыдущих моделей кстати нужно отметить что у серия фактически это замена ранее существующим моделям enterprise m1 m2 для тех кто уже их приобрел и продал клиентам установил клиентам сделал какую-то интеграцию хочу вас успокоить сразу что данные модельки будет поддерживаться для них сейчас выйдет новое программное обеспечение уже с новым интерфейсом соответственно поддержка будет в течение всего гарантийного срока это составляет три года и естественно будет какая-то поддержка по истечению городского гарантийного срока то есть поддержка не отменяется на модели которые уже снят с производства то есть это важно и на этом как бы я специально застрял внимание итак что нового в серии для начала это более мощный процессор от компании техас инструментс ну наверное все знают что такое техас инструментс текущий момент это лидер мировой в производстве процессоров то есть в модельках у 500 более мощный процессор 1.2 гигагерца двухъядерный а в модельках у 200 и у 100 которых я скажу чуть позже там менее мощный процессор как вы видите надпись разницы не так уж сильно ощутима новый веб интерфейс то есть новый веб интерфейс он более логичный более быстрый более гибкий куда интересней ну когда начнете пользоваться будет у нас вебинар ближайшее время мы также будем показывать интерфейсы непосредственно самих т.с. но в том числе мы будем показать старый интерфейс и новый интерфейс будет заметно на глаз разница насколько быстрее новый интерфейс работает насколько все это быстрее отображается помимо интерфейс а также в усерии будет доступна функция резервирования что это такое то есть фактически вы объединяете две а т.с. на один виртуальный ip адрес и подключаете своих внутренних пользователей на некий виртуальный адрес что вам это дает то есть фактически ваши абоненты внутренние пользователи всегда остаются на связи независимо от того вышла из строя основная т.с. или или работы то есть для пользователя фактически разница будет ну незаметно но единственный нюанс что прервется прервется текущий разговор но перерегистрация устройств произойдет моментально помимо всего того что все ваши абоненты всегда будут на связи помимо этого здесь если вы используете модели с функцией запись всех разговоров то естественно будут копироваться звуковые файлы с одной модельки на другую то есть все вы свои записи не потеряете но это в том случае если у вас вы не используете какое-то удаленное хранилище для записи разговоров то есть это тоже доступно при подключенном жестком диске данная функция но об этом мы расскажем в другом вебинаре как это все работает более подробно ну и дополнительные функции то есть изначально автоматическая запись разговоров производитель хотел сделать за лицензии то есть для младших моделей есть модели у 500 серии это считается старшими моделями в которых эта функция уже реализована и будет соответственно поставляться сразу стс и планировалось в младших моделях это у 200 у 100 которых чуть ниже и у 300 сделать эту функцию за дополнительную плату то есть когда мы изучали рынок оказалось что далеко не всем эта функция нужна и соответственно не все были готовы за нее платить после некоторых переговоров с производителями нам все-таки удалось убедить производителя эту функцию включить сразу в наш АТС который будет поставляться на рынок России и на рынок Казахстана то есть эта функция будет сразу встроена в АТС и не нужно будет платить за лицензию но это не значит что вы можете купить например АТС у какого-то стороннего поставщика да где-нибудь там в Европе купили привезли в Россию поставили наше программное обеспечение у вас функция заработала хочу сразу сказать что нет это не так и там будет дополнительная проверка не только по мак-адресу и по некому скрытому значению непосредственно внутри самой АТС то есть те АТС которые были привезены в Россию и в Казахстан соответственно они будут иметь эта функция уже реализована в самом оборудовании если АТС была приобретена не скажем в IP-матике то эта функция соответственно будет продаваться за деньги как всему остальному миру также будет реализован MyPubX клиент что такое MyPubX клиент фактически это некий софтфон он будет платный то есть будет... две версии, платные и бесплатная основное отличие� этих версий что платная версия будет иметь возможность просматривать историю вызовов будет иметь возможность прослушивание, все разговоры уже с клиента по словам то есть фактически если вы какие-то разговоры свои записывали вам будет доступна кнопочка плей Вы нажимаете плей и прослушиваете тот разговор который вы записали или в случае автоматической записи разговоров, соответственно, все ваши записи будут появляться там автоматически. Ну, во всем остальном, это обычный софтфонд, который имеет возможность работы с записной книгой, возможность работы с удаленными записными книгами, ну и так далее. То есть, к сожалению, цены пока нет, потому что клиент дорабатывается, и он ожидается в начале второго квартала, или, возможно, переносит на начало третьего квартала. Ну, это уж как у производителя получится, но ожидается в этом году точно. И некое программное обеспечение, некий такой тарификатор, который будет заливаться отдельно в виде отдельного программного обеспечения на IPATS. Опять-таки же, цен тоже пока нету, но смысл этого того, что вы сможете устанавливать цены на исходящие маршруты, сможете устанавливать, соответственно, некий баланс для внутренних пользователей. Ну, наверное, все знают, что такое тарификатор, более подробно я не буду объяснять. То есть, основная идея данного программного обеспечения – это дать возможность контролировать баланс, контролировать пользователей таким вот образом. То есть, тоже ожидается во втором-третьем квартале. Ну, и также планируется некая интеграция IPATS с различными системами. То есть, будет интеграция отельный модуль, будет интеграция для контакт-центров, то есть, некий какой-то колл-центр, и возможность работать с различными CRM-системами. Единственное, что на текущий момент я могу сказать, что я конкретного, не могу вам сейчас назвать конкретного производителя, с которым будет интегрироваться, но вообще планируется, как бы, будет возможность, скорее всего, открытого некого SDK, который, в принципе, любой разработчик сможет интегрировать ее с собой. Есть уже некая интеграция с 1С, у нас есть наши партнеры, они уже сделали интеграцию, фактически, нашей АТС с системой 1С. Но, именно с 8-ой, по-моему, да, именно с 8-ой версией. То есть, если кому-то будет интересно, мы можем рассказать об этом более подробно, уже в частном порядке. Ну и, конечно, поддержка протокола IPv6. Наверное, ни для кого не секрет, что уже IPv4 себя практически исчерпал. Для того, чтобы была возможность работать с IPv6, это все будет сделано в ближайшем тоже будущем, планируется на первый квартал. Это все, что касается уже имеющихся в наличии продающихся IPv6 на нашем складе. Что мы ожидаем в ближайшее время? То есть, соответственно, вот, как я уже говорил, планы развития. То есть, две, три модельки IPv6, точнее, две модельки IPv6, один шлюз. Дополнительный функционал такой, как интеграция с различными системами, IPv6, о котором я уже говорил. То есть, будет шлюз NeoGate TE100. Будет иметь возможность работать с потоком E1. Соответственно, будет иметь SIP-PROXY, OneLand и некие возможности работы сети. То есть, в чем отличие данной модели, скажем, NeoGate TE100, если вы заметили, что визуально она практически выглядит, как у 300, то из данной модели были вырезаны все функции маршрутизации, возможности работы, как IPv6, то есть, фактически, это просто шлюз E1 в SIP. Не более, не менее. Довольно-таки простейшее устройство. По ценам, наверное, можно будет уже уточнить у менеджеров. Следующая моделька, это U200. Рассчитана на 200 внутренних пользователей, на 50 одновременных разговоров. Также имеет возможность работать с физическими интерфейсами, как FXS, так и FXO. GSM, BRI. Имеет также один USB-порт для подключения внешнего носителя и также аудио-вход-выход для интеграции с системой оповещения. Один WAN LAN-порт с гигабитным интерфейсом. Ну и тип корпуса железный, высота 1У крепится в стойку. Здесь все довольно-таки стандартно. Ну и моделька U100. Единственное отличие от модельки U200, это количество номеров уже 100, и одновременных вызовов сокращено до 25. Возможность работать с физическими интерфейсами, то есть все доступные интерфейсы на текущий момент от компании ESTAR имеют возможность работать данные АТС. Ну и такой, скажем, предконечный слайд, то есть некая такая визуальная схема, на которой мы распределили наши модельки, которые уже есть, которые мы ожидаем в ближайшем будущем. От минимального значения по количеству пользователей до максимального на текущий момент. То есть, как вы видите, самое младшее – это SOHO на 30 пользователей. Такие модельки, как 1600, Pro, U300 и U100, рассчитанные на 100 пользователей. MapBX U200 на 200 пользователей. И линейка 500 серии – это уже, конечно, 300 пользователей. И 80 одновременных разговоров. То есть, на текущий момент это, назовем их флагманами линейки от компании ESTAR. Ну и небольшая заключительная табличка, касательно характеристик. Ну, данный слайд предназначен, наверное, больше для некого личного изучения, на тот случай, если вам что-то нужно будет подсмотреть и некогда будет спросить у нас. То есть, запись, как мы уже говорили, будет доступна. Презентацию вы можете скачать из раздела файла. То есть, на данном слайде все основные характеристики, в основном физические, то, что есть на текущий момент относительно всех наших моделей. Ну, на этом обзор закончен. Был достаточно кратенький на сегодня. Готов ответить на все ваши вопросы. Как уже говорил Дмитрий, можно задавать голосом, кто имеет микрофон. Субтитры создавал DimaTorzok формат записи в кодеке GSM. Коллеги, если есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. На текущий момент есть, скажем, не совсем... Ну, в принципе, как бы два режима, рабочий и нерабочий, но плюс добавлен режим выходного дня. Ну, на текущий момент не планируется. То есть, если вы сможете... Ну, напишите нам, да, для чего вы хотите использовать. То есть, как показывает практика, большинство таких вещей мы помогаем решить. Вы можете еще раз озвучить свой вопрос, чтобы я постарался ответить, как бы, всем сразу? Александр, давайте я просто сразу сейчас дополню. Помимо рабочего и нерабочего времени у нас вот и есть еще дополнительное управление, было добавлено дополнительное управление с помощью старкодов. То есть, есть основное расписание, но в это основное расписание вы можете включать и выключать промежутки рабочего времени с помощью ввода с клавиатуры телефона определенного старкода, если это требуется. Возможно, это как-то решит, конечно, вашу задачу. Так, давайте сначала на EVR отвечу. Ограничение на 16-е EVR меню. Каждое меню поддерживает порядка 12 символов. Что значит обновление ПО производится ли? Не совсем понятен этот вопрос. На самом деле, программное обеспечение выпускается, не скажу, что прям очень часто. Но когда добавляется новый функционал, то есть, вот в течение 2012 года было выпущено, по крайней мере, три релизных версии прошивки, в котором был добавлен новый функционал, соответственно, было все протестировано и все работало. То есть, насколько часто нет такого точного значения, насколько часто обновляется программное обеспечение. То есть, если производитель добавляет какой-то новый функционал, мы его тестируем, соответственно, локализуем, если это требуется, и добавляем в программное обеспечение. Программное обеспечение появляется у нас на сайте. Соответственно, иногда это происходит с задержками. Наша релизная версия программного обеспечения порой выходит позже, чем программное обеспечение на сайте e-start.com. С чем это связано? Это связано с тем, что, как правило, когда мы тестируем, мы находим некие неточности в работе программного обеспечения. Требуется время для того, чтобы их разрешить. Поэтому мы всегда нашим клиентам говорим, что не нужно использовать программное обеспечение с сайта e-start.com. Если вы хотите получить новое программное обеспечение, вы либо заходите на сайт e-pimatic.ru, либо пишите письмо на support.e-pimatic.ru. Наши ребята вас проконсультируют. И в случае, если есть или вам нужна новое программное обеспечение, ребята вам предоставят. Поэтому еще раз обращу ваше внимание, что не нужно брать программное обеспечение с сайта производителя. Потому что частенько, дополнив себя, частенько производители выкладывают бета-прошивки, а потом пользователи их, соответственно, останавливают и начинают появляться всякие неприятности в работе станции. И все вопросы, соответственно, сыпятся не то, что прям к нам, да, и нам приходится их решать. Просто частенько мы не можем их решить, потому что не всегда, например, простым способом удается откатить программное обеспечение. Вот иногда приходится с этим долго мучиться. Отвечу Андрею Куваев. Я прошу прощения, если сковеркал вашу фамилию. Да, естественно, на уже купленные АТС будут, если будут появляться программные обеспечения, то они будут появляться, соответственно, они будут бесплатны. Если вы в ходе использования наших станций находите какие-то баги, вы, соответственно, пишите нам, и мы в кратчайшие строки пытаемся их решить. Соответственно, новое программное обеспечение также появляется на сайте с описанием решенных багов и неточностей. Отвечу Егору. Да, удаленное администрированное поддерживается как через ХТТП, так и через САШ. Касательно лицензии на записи всех разговоров в Украине. Это вопрос непосредственно к эпиматике Украине. И, к сожалению, на него я сейчас ответить вам не смогу. Потому что директор Андрей Бурцев в компании эпиматик Украина принимает решение в данном вопросе самостоятельно. Директор Андрей Бурцев в компании эпиматик Украины. То есть с 1С уже есть некая интеграция. То есть это сделали наши ребята российские. У них сайт maestrisk.ru. Прошу прощения. Вы можете, в принципе, зайти посмотреть. Это наши партнеры. И то, что они представили у себя на сайте, уже можно синтегрировать с нашими станциями. Но, конечно, это доступно, к сожалению, пока что не через веб-интерфейс. То есть придется кое-что менять ручками напрямую непосредственно в конкурсионных файлах. Но фактически это работает. С шуга CRM и подобными, да, планируется. Но конкретных производителей я сейчас, к сожалению, назвать вам не могу. Да, что-то такое планируется. Но пока это все в работе, к сожалению, я вам сейчас не смогу ответить точно, как это будет выглядеть. Но вообще планируется, да, добавить некое управление с веб-интерфейса. Ну, это касательно то, что касается 1С, да, то, что касается остальных систем. Я сейчас не готов вам ответить даже, как это будет выглядеть. То, что касается 1С, то это будет приблизительно выглядеть, что отдельное меню настройки для интеграции с 1С. То есть мы сейчас довольно-таки плотно этим вопросом занимаемся. Я думаю, что, наверное, во втором квартале это уже, наверное, будет более логично и красиво выглядеть. Второй или третий квартал, скорее всего. Коллеги, есть еще какие-нибудь вопросы у вас? Мы готовы на них отвечать. Продолжение следует... По поводу отказа устойчивости я уже говорил, что добавлена функция резервирования. Она уже оттестировалась, она работает. А то, что касается некое подобие кластерной системы, ну, как таковой нет. И возможно настроить взаимодействие двух АТС с помощью функции, которая называется вайп-канал. То есть на следующем вебинаре, который будет посвящен как раз настройкам некого обзора настроек интерфейса, я буду об этом рассказывать. То есть некое взаимодействие настроить можно, но никак не подобие кластерной системы. В целом объединить, скажем, центральные офисы и несколько филиалов, это все возможно, это реально. На следующем вебинаре, по-моему, Дмитрий будет как раз рассказывать о возможных построениях систем на базе нашего оборудования. Ну, в общем, планируется у нас такой вебинар, где, в принципе, будет рассказано, как и что можно построить. Ну, скажем так, что у нас уже есть некое подобие, когда центральная АТС стоит у нас в Москве, также к нам подключены с Украины и также подключены с Казахстана. То есть мы друг другу звоним короткими номерами, соответственно, такие звонки бесплатно, только трафик за интернет, но с учетом того, что интернет безлимитный, то фактически мы ничего не платим за такие соединения и выяснение каких-то интересующих нас друг другу вопросов. И вам, Максим, спасибо за интересные вопросы. Коллеги, давайте так, раз вопросов больше нет на сегодня, мы также готовы ответить на все возникшие вопросы, но уже по почте. То есть, если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете написать нам на supportsobakaepimotica.ru, мы вам в кратчайшие сроки ответим. На этом я заканчиваю наш вебинар. Всем спасибо за то, что вы нас посетили и хорошего дня. Всем до свидания.